Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. В национальном масштабе, как защитить алтайские леса, обсуждали в Варнауле на лесном форуме. Не доехали 50 пассажиров рейсового автобуса, чуть не сгорели на трассе. Бодро и спортивно Заринск в эти выходные отмечал двойной праздник. Лесные предприятия Алтайского края ежегодно отчисляют в бюджет страны более миллиарда рублей. Об этом сегодня сообщили на национальном лесном форуме, который проходит в Варнауле. События межрегионального масштаба объединило порядка двух тысяч человек. Какие изменения в законодательстве предлагается внести, чтобы сохранить зеленые легкие края и всей страны, расскажет Ирина Корчагина. Встреча в деловых костюмах, на первый взгляд, не похожа на форум экологов, геодезистов, егерей. Но настоящие лесолюбы, как они себя называют, выглядят именно так. В этом году национальный лесный форум прошел в трех городах. В Варнауле выбран не случайно. Территория Алтайского края на четверть покрыта лесным фондом. На площадках специалисты обсуждают проблемы, отталкиваясь от специфики региона. В Алтайском крае главные темы – переработка лесного сырья и сохранение леса. В правительстве предлагают внести норму в лесной кодекс. Чтобы наши лесопользователи, арендаторы не были отстранены от вопросов и защиты, и восстановления, а были больше и, прямо можно сказать, на законодательном уровне вовлечены в эти процессы. Предложения, которые сегодня прозвучали на площадках, помогут изменить законы. Например, многие жители сельской местности возмущены тем, что теперь собирать грибы, ягоды и прочие дикоросы в лесу можно только для собственного потребления. Нам нужно снять вот эти искусственные лишние барьеры. Нам нужно дать возможность людям зарабатывать на традиционных вот таких вот видах деятельности, как сборок и переработки дикорос. Самое важное событие на форуме – подписание соглашения между правительством Алтайского края и Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей. Этот шаг позволит повысить налоговые поступления и обеспечить прозрачность закупок. Правительство, администрация заинтересованы в том, чтобы внедрять новые способы прозрачной системы ценообразования, с тем, чтобы внедрять новые механизмы торговли. Еще одна из главных целей на 2019 год – поставить на кадастровый учет все городские леса страны, а их более полутора миллиона. Все предложения и замечания, касающиеся сохранения лесного фонда края, будут озвучены осенью в Москве на финальном этапе форума. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин. Наши новости. Последствия урагана, который бушевал на территории Алтайского района и особой экономической зоны Бирюзовая Катунь в минувшую пятницу, будут устранять еще несколько дней. Напомним, мощный грозовой фронт обрушился на предгорную территорию края 13 июля. Чудом обошлось без жертв. На территории туристической зоны ураган повредил несколько линий электропередач, автомобилей, снес крышу общежития для персонала и поломал десятки деревьев, многие из которых рухнули прямо на дороге туркомплекса. На данный момент, сообщает Управление края по внешним связям, движение по проезжей части возобновлено, но продолжается очистка прилегающих территорий комплекса. Подачу электроэнергии возобновили, начали ремонт кровли общежития для персонала. Как отмечают жители села Монжирок, который находится на противоположном от туркомплекса берегу, после урагана резко возросли продажи строительного инструмента и комплектующих. После вот этого урагана в субботу ажиотаж такой был. Все шли за саморезами, за гвоздями. Там у кого крыша сносила, там теплица, у кого что. Рейсовый автобус Барнаул-Завьялова сгорел минувшим вечером на трассе в Павловском районе. В момент ЧП там находилось почти 50 пассажиров. Сообщение о пожаре в МЧС поступило около 7 вечера. К месту происшествия прибыло 5 спасателей. Чтобы потушить огонь потребовалось почти 20 минут. За это время полностью выгорел салон автобуса, частично моторный отсек и кузов. Предварительная причина возгорания – перегрев двигателя, сообщили в краевом МЧС. К счастью, жертв удалось избежать. Как нам рассказал один из пассажиров, во время движения автобуса произошел громкий хлопок. Всем показалось, что спустило колесо. Но сразу же после этого весь салон молниеносно заволокло дымом. Водитель автобуса экстренно остановился, открыл двери и все 46 пассажиров выбежали на улицу. Хорошо, что без паники все спокойно вышли. Никто не толкался. Конечно, люди возмущались, что не доехали до города, что деньги заплатили за багаж, заплатили за проезд. Своим ходом, можно сказать, все добирались, останавливались попутные машины, предлагали людям сесть и доехать до Барнаула. Кроме испуга и доставленных неудобств, у некоторых пассажиров сгорел багаж. Как нам рассказал Павел, пламя распространялось так быстро, что добраться до багажа не было никакой возможности. На ремонт школы в Алтайском селе Старая Суртайка из бюджета региона выделят больше трех миллионов рублей. Напомним, в ходе прямой линии с президентом России жители села попросили Владимира Путина сохранить местную малокомплектную школу. Что изменилось за последний месяц, знает Валентина Аскерова. «Если школы не будет, сила умрет» – такая фраза прозвучала во время прямой линии с президентом. Ее произнесла жительница Старой Суртайки Алена Регер. Женщина пожаловалась, что администрация Красногорского района хочет закрыть единственную на три сила школу из-за нехватки преподавателей. Глава государства откликнулся на просьбу и поручил Виктору Томенко проблему решить. С тех пор прошло чуть больше месяца. Как нам сообщили в Министерстве образования края, штат укомплектован и уже идет текущий ремонт школы. Частично будет заменена кровля, остальная часть кровли будет покрашена. Будут восстановлены крыльца школы, будет произведена частичная замена окон. Будет проведен ремонт ряда кабинетов, где необходимо было заменить линолеум, необходимо было сделать покраску. На эти цели из краевого бюджета запланировано выделение средств в размере 3 миллионов 118 тысяч рублей. Правда, средства муниципалитет пока не поступили. Говорят, их перечислят в ближайшее время, после подписания всех необходимых документов в правительстве региона. Но администрация района уже нашла подрядчика, который приступил к работе. По словам главы Красногорского, школу отремонтируют к 15 августа, а возможно и раньше. Кроме того, решен и кадровый вопрос. Теперь образовательное учреждение не нуждается и в дополнительных педагогах. Буквально на днях была закрыта последняя вакансия. Вакансии по педагогам на сегодняшний день все закрыты. Есть согласие у нас одного педагога приехать и именно химию закрыть. Если ничего, ну знаете, у людей же тоже меняются всяко. Ну пока как бы все в порядке. Да, да. Обновленную школу ждут 39 учащихся и их родители. Кстати, доставлять детей из ближайших сел планируют на новом автобусе, рассчитанном на 22 места. Транспорт также специально к 1 сентября приобрели и краевые власти. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости. По-прежнему без голубого топлива. До середины июля в поселке Новоалтайска обещали пустить природный газ более чем в 200 жилых домов. Но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Напомним, три года назад в новоалтайском микрорайоне Вележановка по краевой программе развития газификации края построили газопровод. Но его так и не ввели в эксплуатацию из-за множества нарушений, которые допустил подрядчик. При этом многие жители купили необходимое для подвода топлива оборудование, оформили документы. После многочисленных жалоб в администрацию и прокуратуру подрядчик замечания Ростехнадзора все же устранил и пообещал до середины июля пустить газ в 200 из 600 домов поселка. Как выяснилось, обязательства выполнили лишь наполовину. Пусконаладочные работы завершили, но газ в жилые дома так и не пустили. С главой мы после наших новостей уже разговаривали. Он сказал, что все под личным контролем. Точно в июле уже пусть сделают газа. Но пока как бы тишина. В этом году уличный спорт в Заринске станет доступнее как минимум для двух тысяч учеников. На территории двух школ создадут новые спортивные площадки. А еще несколько школьных стадионов отремонтируют. Автор проекта Дина Кондакова заручилась поддержкой градообразующего предприятия Заринска и фонда Александра Прокопьева. «Спорт в каждый двор» назвала свой проект Дина Кондакова. Для продвижения здорового образа жизни она выбрала пришкольные площадки. В ежегодном корпоративном конкурсе «Алтай Кокса. Молодой лидер» в рамках программы социальных проектов «Стальное дерево» она вышла в финал с проектом мини-тренажерных залов прямо под открытым небом. У нас есть действительно многодетные семьи, которым бы хотелось развивать своих детей, развивать физически, но у них просто нет на это финансовой возможности. Когда будут стоять уличные тренажеры, это не будет ограничения во времени, не будет ограничения в денежных средствах. Это просто желание человека потратить свое свободное время на здоровый образ жизни. Вид и количество уличных тренажеров пока согласовывают, но адресаты известны. Первую площадку создадут в школе номер 15. На ее создание с фонда «Стальное дерево» выделили финалистке 300 тысяч рублей. Она решила свой проект не ограничиться одной только идеей и реализовать его на одном месте. Она решила его неким образом масштабировать. И, собственно, помимо того, что она участвует в проекте «Стальное дерево», она еще и обратилась в фонд поддержки Александра Прокопьева. Что, собственно, еще раз подчеркивает то, что наша молодежь, она достаточно инициативная, она идет вперед, она ищет различные варианты и возможности для реализации своих идей. 200 тысяч рублей от фонда Прокопьева пойдут на площадку в школе номер 3, где, кстати, училась Дина. Старый комплекс турников отремонтируют, а уличные тренажеры разместят рядом. Дина сказала, Светлана Викторовна, есть возможность мне поучаствовать в таком конкурсе. И я бы хотела, чтобы на территории нашей школы были размещены тренажеры, если мне удастся выиграть вот этот конкурс. Но это чудо произошло, я ее поддержала, потому что в школу нужно современно развивать. При этом сами школы берут на себя все обязательства по дальнейшему содержанию спортивных площадок. Подобные социальные проекты, над которыми совместно работают люди, бизнес и государство, на Алтае реализуют все чаще. Это подтверждает опыты и градообразующего предприятия Заринска и фонда Александра Прокопьева. Одина Контакова уверена, ее проект нужен горожанам. Спортивная площадка поможет оторвать школьников от гаджетов, А качественные и разнообразные уличные тренажеры смогут привлечь уже не только детей, но и взрослых. Анастасия Дороган, Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Рубцовский боксер Владимир Узунян стал победителем четвертой спортакиады молодежи России. Соревнования проходили в Раменском на ринге дворца спорта Бориса Глебский. Здесь выступили 130 боксеров со всей России в возрасте от 19 до 22 лет. Уроженец Рубцовска Владимир Узунян одержал победу в весовой категории до 91 килограмма. На пути к золотой медали воспитанник спортшколы Алтайский ринг победил соперников из Дагестана, Московской и Оренбургской областей. В октябре спортсмен поедет на чемпионат России в Якутск. Сделать фото с известными футболистами, увидеть звезд эстрады Александра Маршала и Николая Расторгуева могли в минувшие выходные жители Заринска и гости этого города. Здесь прошел традиционный двойной праздник – День Металлурга и День Города, организованный городообразующим предприятием «Алтайкокс». Праздничное утро началось бодро и спортивно. От взвода управления стартовала особая стальная эстафета. Не помешала даже жаркая душная погода. Участники говорят, нам, металлургам, к жаре не привыкать. У всех волевые качества очень на высоком уровне. И постоянные тренировки, ну и здоровый образ жизни. А такого карнавального шествия, признают сами заринчане, город еще не видел. Главная тема – чемпионат мира по футболу, которым сегодня живет и вся страна, и, конечно же, Заринск. Футбол смотрели? Конечно. За кого болели? За наших. А как же Серху и Рамос? Не надо, нам наши нужны. На главной площадке стадионе «Юна» с тем временем гремел настоящий фестиваль спортивных и развлекательных шоу. Впервые в Заринске работала креативная фотоплощадка, где участники могли стать ближе к звездам мирового футбола. Как отметил генеральный директор Алтай-Кокс Павел Лизагуб, группа компании НЛМК внесла свой вклад в чемпионат, поставив на строительство объектов более 50 тысяч тонн металла. Успехи страны, заслуги в том числе города и его жителей. Наше движение вперед, каждодневное. Оно приводит к тому, что мы делаем и малые формы, и делаем фрески, и вводим спортивные сооружения в строй. Это делаете вы. Это самое главное. Он отметил, радует, что город не только развивается, но и молодеет. Кстати, для совсем юных гостей праздника были приготовлены свои конкурсы и развлечения. Тем временем взрослые состязались в силе и ловкости. На турнире «Стальные волонтеры» победила команда «Крепкий орешек» коксового отделения номер 3. Поздравляем вас с победой, ребят! Спасибо! Как эмоции, как ощущения? Супер! А вечером перед жителями Заринска выступили самые настоящие звезды эстрады Александр Маршал и Николай Расторгуев. Над городом прозвучали песни, такие знакомые и близкие, что многие искренне и с душой подпевали. Завершился этот долгий и радостный день традиционным праздничным салютом, осветившим разноцветными огнями улицы Заринска. Банковская карта для многих надежный спутник в мире шоппинга. Но, несмотря на массовое распространение, многие россияне называют любую пластиковую карту кредиткой, что не совсем верно. В чем же их отличие и плюсы, мы узнали у специалистов. У большинства наших сограждан есть как минимум одна карта – зарплатная. Это так называемая дебетовая карта. То есть, сколько денег на ней есть, только вы можете потратить. У кредитной карты есть одно важное отличие – кредитный лимит. Например, у карты Банка Восточной большой беспроцент этот лимит составляет 300 тысяч рублей. Как видим, кредитная карта выгодно отличается от дебетовой существенным запасом средств, которые вы можете потратить в любой момент на свое усмотрение. Главное отличие кредитной карты от кредита наличными – вы платите только за те деньги, которыми реально пользуетесь. К примеру, если взяли в банке наличными те же 300 тысяч, то процент будет начисляться на всю сумму. Неважно, потратили вы их все сразу или только половину. А по кредитной карте, скажем, в этом месяце расходы составили только 50 тысяч. Вы платите только за них, а не за все 300 тысяч. Однако карта Восточного банка не просто так носит свое название. Большой беспроцент – это реальные преимущества карты от Восточного банка. По карте Большой беспроцент действует льготный период до 180 дней на каждую покупку. На деле это означает, что вы, скажем, купили новый телевизор по кредитной карте, и полгода на сумму покупки не будут начисляться проценты. То есть вы, по сути, ничего не переплачиваете сверх стоимости телевизора. Есть еще одно преимущество Большого беспроцента – лимит средств на ней пополняемый. То есть в отличие от кредита наличными, пользоваться ею можно не один и не два раза. Когда вы возвращаете кредитные средства на карту, тем самым вы снова увеличиваете лимит. То есть работает схема – потратил, вернул, можешь тратить снова. Одна маленькая карта может таить в себе множество возможностей. И получить этот удобный инструмент можно в любое для вас подходящее время. В офисе Восточного банка по адресам на проспекте Ленина, 42, Павловском тракте, 251 В, проспекте Ленина, 161, проспекте Ленина, 100 и в новом офисе на Балтийской, 67. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. 17 июля в крае переменная облачность, в отдельных районах возможны дожди. В Полунди-Бийске и Рубцовске – 28 градусов, в Валейске, Заринске и Славгороде – 25. В Барнауле ночью – 18, днем возможны гроза, ветер северо-западный умеренный и до 26 выше ноля. Это все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения вам и до встречи в эфире.